Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин 62 тысячи долларов, отскочил от 60 тысяч, и теперь похоже на восходящий клин. Хорошие торговые объемы. Посмотрите, какие объемы были в прошлые выходные. Биткоин тогда стоил 66 тысяч. Интересно, какие объемы будут в этот раз, и куда пойдет цена. Я думаю, что упадет, но многие думают, что упадет. Похоже, что на графике восходящий клин. Подписчик заработал 21% прибыли, но он шортит. Я не думаю, что это хорошая идея. Никогда не нужно шортить биткоин на бычьем рынке. Я продаю, а затем откупаю ниже. Капитализация 2,2 триллиона долларов, 222 тысячи посетителей на моем сайте, bitcoinprice.live. Смотрим на 15 минутку, и тут восходящий клин. Но все еще хорошие объемы. Хотя посмотрите, вот как начались выходные, а то торговые объемы упали. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус, 60 тысяч долларов. Также начинается трейдерский турнир на Bybit. Призовой фонд 10 миллионов USDT. Индекс страха и жадности в нейтральной зоне. Доминация биткоина 53,5%. И цена биткоина 62 тысячи 100 долларов. В этом видео сделаем теханализ биткоина. Покажу вам свой торговый аккаунт. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Тесла вчера выросла. Прекрасно. Выросла Тесла на 3,9%. Мета плюс 2,2%. НVIDIA плюс 1,6%. Ворлдкоин плюс 1,4%. Все альткоины немного восстановились. И цена биткоина 62 тысячи 100 долларов. Открываем недельный. Остается еще два дня до завершения недели. И биткоин находится в этом канале. 73, 55, 71, 55, 69, 49, 51, 66. И я думаю, что теперь биткоин идет на 50 тысяч. Вполне возможно такое. Стохастик разворачивается вниз. Прямо сейчас. Посмотрим, что там будет на выходных. Криптогор бот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Пока что не перевернулся в продажу. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Прямо ровно на вершине. Золотой крест. Да ничего там интересного. Стохастик развернулся вниз. Объемы. Сквиз моментум. Идет к зеленому. Переключаемся на дневной. Стохастик в перепроданности. Есть объемы на покупку. Последние пару дней на самом деле. Где тут начал восстанавливаться биткоин. Стохастик в перепроданности. Сквиз моментум. Пока что серый. Ну то есть, может быть и удержатся биткоины. На текущем уровне. И тут вроде как похоже на перевернутую голову и плечи. Плечо, голова и плечо на дневном. Может быть такое. Тем не менее, выходные. Плюс потенциальные новости про войну. Посмотрим, как там поведет себя биткоин. Перейдем на 4 часа. Здесь что? На мой взгляд, медвежий флаг, честно говоря. Я понимаю, что многие уже вчера в лонг зашли. И действительно, там был нисходящий клин, из которого биткоин вверх вышел. Но на мой взгляд, мы все еще находимся в медвежьем флаге. И также потенциально негативный новостной фон может быть. Как например, эскалация Иран-Израиль. В общем, много разных макро-новостей, которые опасны для биткоина. Но это похоже все-таки на медвежий флаг. Посмотрим, как он отработает, не отработает. Стохастик на 4 часах. Уже в перекупленности. Есть объемы. Но биткоин-то сильно не вырос. С 59, ну с 60, будем говорить. Поднялся на 62. А стохастик уже в перекупленность зашел. Это интересно. Теперь на часовик. Посмотрим. Здесь я вижу восходящий... Я думаю, что это восходящий клин. А может быть и канал, на самом деле. Можно это назвать каналом. Посмотрим, что там, как поведет себя биткоин. Я бы придерживался своих торговых идей. 56 тысяч. Стоп лосс на 54 500. И тейк профит тянем на вершину бычьего рынка. На 269 тысяч. Так вот, риск. Полторы тысячи. И заработать можно 212 тысяч. На вершине бычьего рынка в октябре 25-го. Это в расчете на один биткоин. Без плеча. Это первая торговая идея. И вторая торговая идея. Это вот она. От 50 из IT. Там я поставил заявку на 10 биткоинов. Стоп лосс на 48. Риск 2000. Заработать можно 219. В расчете на один биткоин. Ну и на этом пути сопротивления. 66 тысяч. 70. Тут несколько уровней сопротивления, которые биткоин должен пройти. Вот 2 такие торговые идеи. Но если вы хотите более рискованный вариант, то можно попробовать от 60. 59 может. Но я думаю... В общем, деньги мы зарабатываем, когда покупаем. Я просто не могу взять по 60, до 62 торговать. Это ни о чем вообще профит. Мне нужно. Ну короче, вот торговая идея. На 60 заходим. Стоп лосс на 59 700. Тейк профит на 66 тысяч. И заработать можно 6,5 тысяч. Вот 3 торговые идеи теперь. Но опять же, я хочу торговать от 50 тысяч. Потому что если я тут открою позицию, и мы будем там болтаться на этом уровне, мне это много денег не сделает. Но зато может закрыть по стоп лоссу. На каких-то плохих новостях. Эскалация. Но если на этих новостях упадет биткоин, то я подберу его на 50 тысяч. И затем я сделаю хорошие деньги. Теперь покажу вам свой торговый аккаунт. Но сначала напомню про полезные ссылки, которые есть в описании под видео. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. И на Bybit начинается трейдерский турнир с призовым фондом 10 миллионов USDT. Мировой турнир трейдеров с 1 по 31 октября. Ссылочка есть в описании под видео. Регистрируйтесь в мою команду. Можете также этот QR-код использовать. Максимальное вознаграждение на команду 563 тысячи. Максимальное индивидуальное вознаграждение – миллион долларов. Можно выиграть крутые призы. Яхты, Rolex. Так что сканируйте этот QR-код и присоединяйтесь к моей команде. На моем торговом аккаунте Bybit 648 тысяч 900 долларов. В этом месяце было 577. То есть я в плюсе по месяцу. 85 тысяч долларов. Но в какой-то момент баланс поднимался на 740. То есть тогда я зарабатывал почти 200 тысяч долларов. По неделе было 740. По неделе я, конечно, в минусе. Но по месяцу в плюсе. Хорошо. Активных позиций у меня пока что нет. И вот смотрите, как я торговал. Я продал биткоин по 65 тысяч, купил по 52 и продал по 62 тысячи. И биткоин сейчас примерно там и находится. Также у меня расставлены уже ордера. 10 биткоинов хочу взять по 51 тысячи. 100 эфиров по 2000 долларов. 2400 салан по 80 долларов. И 2 миллиона 400 тысяч доджкоинов по 8 центов. А также заявки на Юнисвап по 3 доллара и по 4.30. И смотрите, что я держу. Биткоин 7%, USDT 64, MCRT 13%, WorldCoin 7%, Юнисвап 7%. То есть я в основном сейчас в USDT. Теперь давайте посмотрим также на эфире. И Тесла, кстати, помпанула тоже. Это хороший знак. Перед 10 октября, на следующей неделе, будет важное событие. Это роботоксидень. Очень важно, как отреагирует Тесла на это событие. Должны выйти, сходить на ретесты, помпануть так нормально. Если не получится выйти, 10 октября, но думаю, что получится. Потому что новости будут, я чувствую, очень крутые. Я не закрывал позиции по Теслам, потому что здесь массивный симметричный треугольник. И Тесла уже готова выходить вверх из этого треугольника. Я думаю, что прямо в роботоксидень выйдет. Или может чуть позже, после выборов. Цель 576 долларов. Теперь давайте посмотрим на эфириум. Двухлетняя трендовая линия. Я бы попробовал поймать эфир от эфирта. Вчера я опускался. На 2200. Это мало. Недостаточно дешево. Деньги делаем, когда покупаем. Мне нужно взять эфир по 2000. Стоп лосс на 1920. Тейк профит на 4700. И мне нужно, чтобы вышли какие-то плохие новости и опустили эфир на 2000. Там активируется моя заявка. И все хорошо. Думаю, что такие новости придут как раз в эти выходные. Ну, посмотрим. Подождем, посмотрим. И также, что дальше? Почитаем комментарии. Джеймс, что это за индикатор у тебя, который показывает месячные и годовые поддержки? Хороший вопрос. Годовая и месячная. DWMY. Показывает сопротивление и поддержку. Хороший вопрос. Спасибо. Сделай микростратеджи. Хорошо, если будут еще просить, то сделаем. Если недельная свеча на биткоине не закроется выше 63, тогда мы падаем. Да, я думаю, что упадем, да. Но посмотрим, что будет на выходных. Эти выходные дадут нам много важной информации. Дошли уже на 62. Памптябри. Детка. Ты, наверное, ненавидишь Солана, потому что никогда не делаешь теханализ по Солане. У тебя, наверное, дохера эфира. Да почему я? Ничего против не имею Соланы. Джеймс, пожалуйста, сделай гивауэй на 100 долларов, как ты делал раньше. Хочу что-то выиграть. Да я вот недавно делал гивауэй на 500 долларов. Спасибо за теханализ FTM. Какая-то солнышко. Первый. Тоже первый. Спасибо тебе за русскоязычный канал. Смотрю тебя каждый день. Прям как прогноз погоды. На самом деле у меня уже много каналов на разных языках. Но если вы общаетесь в моем телеграм-чате, то, пожалуйста, придерживайтесь английского. Потому что трейдеры с разных стран, со всего мира. И лучше общаться на одном языке. И также я создал каналы с переводом на португальский. Вот русскоязычный есть. Но еще какие-то языки я уже и сам не помню. Никогда не нужно шортить на бычьем рынке. Джеймс, биткоин превратился в стейблкоин. Мы ждем 48,50. Он болтается в районе 60. Да он прям готов был уже выходить вверх. Но проблема была в том, что потенциальный новостной фон плохой. Иран-Израиль. Эскалация. А также то, что Камала может стать президентом. Поэтому многие инвесторы забирают деньги с рынка. И ждут, чем там все закончится. Также подписывайтесь на мой твиттер. 91 700 фолловеров. Я расставил ордера на покупку. Призовой фонд 10 миллионов долларов в трейдерском турнире на Bybit. Вчера 10 тысяч человек посмотрели мое видео за первые три часа. Очень хорошие просмотры. Мои видео смотрят много людей. Это хорошо. Мир на небесах, мир в небе, мир на земле. Мир в воде, мир в растениях, мир в деревьях. Мир во всех богах, мир в Брахме. Мир во всем. Мир, мир, мир. В общем, всем миром без войны. На этом все на сегодня. Обязательно пишите комментарии, что мне проанализировать. Солану сделаем в следующем видосе. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Всем хороших выходных. Постараюсь сегодня записать еще одно видео, если что-то важное будет происходить на рынке. Посмотрим, как поведет себя рынок. И какие будут объемы, когда закрытый ETF. И может быть прилетит какой-нибудь черный лебедь, который отправит цену вниз. Всем хорошего дня. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok